Общий очерк «Царство животных». Примечание составлен Зелениным по Линдеману и другим. Конец примечания. Глава первая. Природа как театр жизни животных. Ничто в природе не вечно. Все беспрестанно разрушается и восстанавливается, перестраивается, изменяется. Силы природы медленно, но беспрерывно работают в двух направлениях. Прежнее изменяют или разрушают, новое созидают. Деятельность эта проявляется одинаково и в живой, организованной природе, и в так называемой мертвой природе. Стоит только присмотреться к многочисленным явлениям нашей планеты, чтобы уразуметь величие совершающихся изменений и бесчисленные взаимодействия, в которые вступают между собой различные силы природы. Кажущаяся на первый взгляд мертвой природа, в действительности живет полной жизнью. Перед нами альпийский ледниковый ландшафт. Тысячи ручьев бегут по поверхности глетчера. Примечание. Глетчер. Это синоним ледника. Конец примечания. Из-под земли слышен глухой стон скал, отрываемых ползучим ледником со дна его ложа, треск камней, перекатываемых невидимой рукой, по скатам морен, слышится гром падающих лавин, разрушающих все на своем пути. Все это ясные и отчетливые голоса природы, понятные для просвещенного наукой наблюдателя. Изъеденные и источенные вершины скал, многие миллионы кубических сажений камня, щебня и мусора, нагроможденные по сторонам древних хребтов в виде россыпей, мощные водные отложения в устьях рек, изуродованные и разрушенные морские берега, пласты леса, залегающие на протяжении многих тысяч квадратных верст, представляют разрозненные страницы огромной книги геологической летописи. Примечание. Сажень. Русская мера длины 2,1336 метра. Лес. Неслоистая, однородная, тонкозернистая, известковистая, осадочная горная порода распространен преимущественно в степных и полустепных районах умеренного пояса Евразии, Северной и Южной Америки. Верста. Пятьсот сажений. Русская мера длины 1,668 километра. Конец примечания. Могучие силы природы, вода в различных состояниях, ветры, климатические факторы дружно работают в течение многих тысячелетий и производят разнообразные изменения на земной поверхности. Если мы примем этого внимания, то нам становятся понятными многие географические факты, заученные в детстве бессознательно. Мы понимаем, почему к горным хребтам Альп, Урала, к сибирским хребтам всегда примыкают широкие плоские равнины, состоящие из обломков и щебня? Почему по этим равнинам текут со стороны гор реки? Почему море на большое пространство милеет в тех местах, где в него впадают могучие водные потоки, в устьях которых находятся обширные дельты? Для нас становится совершенно понятным и вероятным утверждение геологов, что в предыдущую геологическую эпоху такие горы, как, например, Альпы были на две тысячи метров выше, чем в настоящее время, что во многих местностях, где в настоящее время простираются плоские равнины, раньше были значительные углубления в виде больших озерных впадин, постепенно заполненные землистыми отложениями рек. Мы знаем, что Женевское озеро 50 тысяч лет тому назад было вдвое более, чем в настоящее время, а еще через такой же промежуток времени, вероятно, совершенно заполнится осадками, переносимыми рекою Роной из Альп. Отсюда нетрудно вывести заключение, что со временем высочайшие горные хребты размоются до основания, а современные впадины заполнятся и превратятся в плоские равнины. С другой стороны, тектонические процессы, вулканические явления, землетрясения, вековые колебания суши, а также разрушающая деятельность воды, ветров, неустанно работают над новыми и новыми изменениями лика земной поверхности. Примечание. Теперь мы знаем, что и земная кора не является неподвижной. Одни части коры поднимаются, другие опускаются. Во многих местах море отступает, обнажая большие участки суши, в других наступает. Из моря могут возникать и погружаться в него целые континенты. Конец примечания. Так непрерывно изменяется мертвая природа, которая, на первый взгляд, кажется совершенно неизменяемой, навеки застывшей в тех формах, которые созданы Творцом. Примечание. По современным гипотезам, Земля возникла примерно 4600 миллионов лет тому назад. Поверхность Земли сначала была пустынной и не носила следов эрозии. Первичная атмосфера Земли, возникшая из межзвездного газа, состояла преимущественно из водорода и гелия. Однако гравитация Земли не могла удержать легкие газы. Современная кислородная атмосфера пополнялась и пополняется за счет газов, выделяющихся при жизнедеятельности живых организмов на поверхности Земли и вулканической деятельности. Гидросфера Земли сложилась, видимо, приблизительно таким же путем, как и атмосфера. Сначала в виде водяных паров, которые по мере понижения температуры конденсировались и выпадали в виде осадков. То, что вода на поверхности оставалась в жидком состоянии, имело колоссальное значение для всей дальнейшей истории Земли, так как вода является идеальной средой для самых разных химических реакций. Как только на поверхности Земли вода стала образовывать сплошные водные бассейны, в эволюции планеты наступил период, известный под названием океанического. Над землей проносились ураганы и грозы невиданной силы, ливни растворяли соли, находившиеся на поверхности Земли и вымывали их из горных пород. Растворы накапливались в мировом протоокеане. С возникновением гидросферы и атмосферы появились силы, которые активно преобразуют Землю и ныне. Конец примечания. Если теперь мы обратимся к живой организованной природе, то там найдем еще более наглядное доказательство беспрерывно совершающихся всевозможных изменений, которые приводят к поразительному разнообразию форм растительных и животных организмов. Долгое время в науке господствовало убеждение, что все эти бесконечно разнообразные формы организмов существуют в неизменном виде от начала веков. Но с течением времени многочисленные доказательства заставили изменить это мнение. Еще в начале 18-го столетия ученые убедились в том, что многочисленные окаменелости и отпечатки, похожие на животных и на растения, которые массами находятся в различных напластованиях земной коры, не представляют собой случайной игры природы, но действительно остатки и следы некогда существовавших на земле организмов. Внимательно изучая подобные остатки и окаменелости, натуралисты пришли к заключению, что животные и растения прежних эпох значительно отличались от современных нам форм. Стало очевидным, что целые группы организмов, раньше существовавших на земле, вымерли и наоборот в настоящее время мы видим такие формы, которых раньше не было на земле. Примечание. Представление о живой природе как об изменяющейся и развивающейся системе впервые возникло в античной философии и философской диалектической системе Гераклита-Эфесского, конец шестого начала пятого веков до нашей эры. Но только в восемнадцатом веке трансформизм, то есть учение об изменяемости видов, стал течением не только философской, но и биологической мысли. Дарвин 1731-1802 годы в Англии, Бюфон 1707-1788 годы во Франции и ряд менее известных биологов развивали представление о том, что виды животных и растений не были созданы Богом такими и в таком количестве, как это наблюдается сейчас, а возникали друг от друга. Во Франции в 1809 году вышла книга ученика Бюфона Ламарка 1744-1829 годы «Философия зоологии», в которой он изложил уже не трансформистскую идею изменяемости видов, а законченную теорию эволюции жизни. Эволюционная теория отличается от трансформистских представлений тем, что рассматривает эволюцию как всеобщее явление живой природы, а главное исследует ее движущие силы. Через пятьдесят лет после опубликования «Философии зоологии» в 1859 году вышел в свет труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Виды изменяются крайне медленно. Единственный способ доказать эволюцию – выявить ее реально действующие движущие силы. Эту задачу и решил Дарвин 1809-1882 годы. Судя по его высказываниям, автор являлся сторонником эволюционных взглядов, хотя он не упоминает самого слова «эволюция». Конец примечания. Отличия современных форм от раньше существовавших определились с течением времени с такой ясностью, что знаменитый натуралист Кювье в начале прошлого столетия, создал целую теорию катаклизмов, по которой на Земле неоднократно происходили коренные перемены физических условий, сопровождавшихся окончательным уничтожением всех животных и растений, на смену которых появились путем повторных творений новые организмы. Однако теория эта продержалась недолго, и на смену ей появилось новое учение о постепенном непрерывном изменении форм организмов. В настоящее время доказано, что внезапных коренных переворотов в природе не существует, а все изменения происходят медленно, но непрерывно. Многочисленные факты убеждают нас в том, что и в настоящее время непрерывно совершаются изменения в составе растительных и животных царств различных стран. Мы видим, что даже за короткую эпоху исторического существования человека общая картина органической жизни тех или других стран сильно изменилась. Возьмем для примера Северную Италию. Эта благословенная страна в настоящее время представляется путешественнику одним сплошным роскошным садом. Повсюду оливковые рощи чередуются с апельсинными, лимонными. Среди них простираются обширные виноградники, окаймленные и разделенные аллеями тутовых деревьев. По склонам гор лепятся итальянские сосны, пинии, кудрявые пальмы, развесистые платаны. Гордо смотрящие в поднебесе кипарисы украшают сады вместе с лаврами, миртами, магнолиями, миндальными и гранатовыми деревьями, персиками и многими другими. Повсюду кактусы, опунции и оригинальные агавы. Поля, покрытые сочно-зеленым рисом, широколистным маисом, кормовыми травами и лишь изредка зерновыми хлебами, всюду обрамлены рядами плодовых деревьев. Примечание. Маис — это кукуруза. Конец примечания. Вечно зеленая, с десятками разнообразных колоритов и цветов, смотрится эта роскошная флора в ярко-лазоревое небо, залитое теплыми лучами блистающего солнца. Ни одно дерево Северной Европы не нарушает гармонии южной флоры этой очаровательной страны. Между тем существует несомненное доказательство того, что в Северной Италии раньше растительность была иная, и природа не имела такого нарядного вида. Две с половиной тысячи лет тому назад характер природы в Северной Италии был совсем иной. Склоны гор ее были тогда покрыты дремучими лесами, состоящими из деревьев, характерных для северной или средней полосы Европы, елей, сосен, берез, лиственниц, отчасти дубов и буков. Лучи солнца не проникали до земли сквозь густые ветви этих деревьев, и у подножия их на холодной почве росли лишь мхи да лишайники. Но постепенно, с увеличением населения, леса эти были истреблены, а на смену им появились вышеперечисленные экзотические растения. Лавры, мирты, гранаты и оливковые деревья распространились в Италии из Греции. Из Сицилии были привезены кипарисы уже в III веке до Рождества Христова, плотаны и пинии привезены с Востока и акклиматизированы в Италии лишь в конце периода республики. Вишни появились впервые во времена августа, в III веке перенесены лимонные деревья, шелковица и каштаны в XIX веке, померанцы перенесены арабами в XI столетии, в XVI веке португальцы привезли из Южного Китая апельсинные деревья, а в половине XIX века в Италию привезены мандарины. В XV столетии из Египта был перенесен рис, в XVI столетии из Америки маис, наконец в XIX веке перенесены алоэ, агавы, опунции и магнолии. Перед миллионами этих растений быстро отступали и, наконец, исчезли растения, прежде господствовавшие в стране, так что в настоящее время в этом блестящем обществе южных растений с трудом можно найти одиноко стоящую лиственницу или пихту. Изменения характера растительности повлекли за собой и коренные преобразования в составе фауны страны. Достаточно сказать, что каждая древесная порода имеет своих животных, исключительно приуроченных к ней, в особенности насекомых и птиц, так что с исчезновением целого ряда растительных пород, несомненно, произошло сильное изменение и в царстве животных. Только что описанный ход постепенного изменения природы в Италии беспрестанно повторяется и во многих других странах. В течение десятков столетий Европа обменивалась Азией растениями и животными, с открытием нового света установился новый живой обмен и теперь мы находим на территории Соединенных Штатов Северной Америки более 700 видов различных европейских растений, а такие американские растения, как, например, картофель, маис, табак, распространены по всему Старому Свету. Что касается животного населения, то в нем также в широких размерах беспрестанно происходит обмен даже между весьма отдаленными странами. Известны многие примеры, когда животные, завезенные в другую страну более или менее случайно, настолько акклиматизируются в своем новом отечестве, что становятся даже характерными представителями местной фауны. Примечание. В России тоже обитают животные, искусственно расселенные человеком, на территориях, на которых они раньше не встречались. Это, во-первых, енотовидная собака, Нектереотес прокуиониодис, которая раньше обитала только на юге Дальнего Востока. С 1934 года началось ее расселение в европейской части России. Интересно, что, в отличие от всех других видов семейства псовых, енотовидная собака в некоторых районах может впадать в зимнюю спячку. В Уссурийском крае сон начинается в ноябре и продолжается до конца марта или начала апреля. Сроки наступления сна зависят не только от погоды, но и от упитанности зверя. Слабо упитанные звери засыпают труднее. В теплые зимы многие вовсе не ложатся. Часто при оттепелях многие ненатовидные собаки просыпаются, выходят из нор и вновь засыпают при наступлении холодов. Во-вторых, это американская норка. Мустела Висов. Кроме России, она акклиматизирована в некоторых государствах Западной и Центральной Европы. Часто новые очаги распространения проявлялись в результате размножения норок, убежавших из звероводческих хозяйств. Конец примечания. Так, общеизвестен факт сильного размножения лошадей и рогатого скота в привольных травянистых степях Америки и Австралии, хотя эти животные появились там всего четыре столетия тому назад. Лет сто тому назад из Европы было случайно завезено в Америку маленькое насекомое, гессанская муха, которая теперь производит на полях Америки большие опустошения. Страшный бич виноделия в Европе филоксера. Всего лет тридцать тому назад завезена из Америки. Кролики, бесчисленными полчищами истребляющие поля австралийских хозяев, также привезены из Америки. Примечание. Гессанская муха. Хлебный комарик. Маитиола дестрактор. Вредитель хлебных злаков поврежает пшеницу, ячмень, рожь. Откладывает яйца до пятисот на листья. Личинки первого поколения живут в пазухах листьев всходов, второго в стеблях злаков, высасывая сок и вызывая вздутие. Галлы. Конец примечания. Все подобные примеры, которых можно было бы привести сколько угодно, наглядно показывают, как может изменяться природа даже в очень короткий сравнительно промежуток времени. Но понятно, что перемены эти могут быть несравненно значительнее на протяжении огромного промежутка времени. В различных частях Европы от времени до времени находят остатки прежней фауны и флоры этой части света. Лет 30 тому назад в Северной Швейцарии открыто было несколько пещер, которые в отдаленные времена служили убежищем для первобытного человека. В них очень часто находят, вместе с костями человека и различными произведениями рук его, также кости современных ему животных. Тщательное исследование этих остатков, сохраненных в нанесенной водой почве, с несомненностью убеждают, что в ту отдаленную эпоху в этой части Европы состав животных был совершенно иной, чем в настоящее время. Наука открывает нам следующую картину природы современной первобытному человеку. В лесах тогдашней Швейцарии паслись совершенно вымершие позднее первобытные быки, туры, бос, примеджинус и зубры, бизос, прискус. Рядом с ними ходили стадами северные олени, которые теперь обитают лишь в полярных странах, а также мускусные быки, живущие теперь только в Северной Америке и в Гренландии. Каменные козлы, благородные олени, табуны лошадей, гигантские мамонты и носороги, близкие родственники современных слонов и носорогов, которые обитают в Африке и в Южной Азии. Из хищных зверей, кроме волка, лисицы, дикой кошки и медведя, в лесах тогдашней Швейцарии водились также росомаха и песец, нынешние жители арктических стран, а также и львы и красная лисица. Трудно даже и вообразить себе в настоящее время столь пеструю фауну этого уголка Европы. Как будто нарочно собрались сюда самое характерное животное со всех концов света, чтобы сложить свои кости в пещерах Швейцарии, слоны и носороги тропической Азии, африканские львы, мускусные быки Арктической Америки, северные олени и песцы полярных стран Европы, лошади среднеазиатских степей собрались вместе в лесах и на полях Северной Швейцарии. И много веков это разнохарактерное. Общество жило здесь вместе, пока изменившиеся физические условия не разогнали их по отдаленным друг от друга уголкам света. Приведенных примеров достаточно для того, чтобы уразуметь, что живая природа окружающая человека с течением времени изменяется. На наших глазах происходит истребление целых пород, вымирание видов, распространение новых пород животных и растений в той или другой стране. Если вдуматься во всю совокупность подобных фактов, в изобилии доставляемых нам современной наукой, то становится очевидным, что основным фактором в окружающей нас природе является изменение, перестройка, прогресс. Существует бесчисленное множество наглядных доказательств, что организмы в течение веков прогрессируют в своей организации, что древние формы обладают менее совершенной организацией, чем современные. Однако изменения в органической природе не везде совершаются с одинаковой скоростью. В тропических странах современные животные и растения более сходны с древними, чем формы умеренных или полярных стран. Так, в жарких странах мы в настоящее время находим многочисленные формы растений бесцветковых и однодольных, которые, как известно, были господствующими в прежние эпохи и появились на земле ранее цветковых и двудольных. В животном царстве тропических стран мы находим сумчатых, однопроходных лемуров, которые в настоящее время совершенно отсутствуют в умеренном поясе, но были там в древнюю эпоху. Примечание. Своеобразие австралийской фауны, сумчатые, однопроходные и фауны Мадагаскара, лемуры, объясняются прежде всего изолированным положением этих территорий. Здесь отсутствуют многие группы животных, зато сохранились те, которые в других районах земли погибли из-за конкуренции с более молодыми формами. Конец примечания. Из класса птиц в тропических странах также находятся многие породы, близкородственные к вымершим допотопным животным, как то страусы, казуары, бескрылы и другие. Таким образом, оказывается, что фауна и флора жарких стран менее удалилась в современную нам эпоху от форм прежде существовавших, тогда как в странах умеренных и холодных произошли более коренные изменения в составе органического мира. Примечание. В Европе в среднем Плейстоцене был широко распространен пещерный лев Пантера спеллаэа. Он был самым крупным кошкообразным хищником всех времен. Своими размерами примерно на одну треть превосходил современного льва. Также в середине Плейстоцена из Азии в Европу расселился шорстистый носорог. Он имел два рога и длинную густую шерсть, которая защищала его от холода. В это время в Европе были широко распространены мамонты. Мамунтус примиджентиус. Они были крупнее современных слонов и превышали 4 метра в высоту. Последние мамонты и шерстистые носороги вымерли около 10 тысяч лет назад. Эту фауну нельзя называть южной или африканской. Эти животные сформировались и существовали в северных условиях. Конец примечания. Если принять во внимание изменения физических условий на Земле, которое происходило в прежние эпохи, то вышеуказанный факт сделается понятным. Действительно, мы знаем, что в одной из предшествующих нам эпох, в нынешних полярных странах, был такой же жаркий климат, как теперь на экваторе. Здесь росли пальмы и тропические папоротники. В море обитали полипы, которые могут жить лишь в теплой воде, 20 градусов. Но с течением времени климат этих стран постепенно изменился, а соответственно новым физическим условием должна была измениться организация растений и животного населения. Отсюда понятно, почему формы умеренных и полярных стран ушли в своем развитии, далее форм тропических, которые теперь живут приблизительно в тех же самых условиях, как и раньше. Еще большую устойчивость форм животного и растительного царства можно наблюдать на глубине морей. Физические свойства воды, температура, плотность, степень солености на большой глубине не подвергаются во времени почти никаким изменениям. Отсюда понятно, что растительные и животные организмы, обитающие в глубине морей, имеют большое сходство с самыми древними организмами, которые в своем развитии как бы задержались. Примечание. Взгляды автора на эволюцию были взглядами зоолога своего времени. По мере развития биологии в целом и эволюционных исследований в частности, понимание эволюционного процесса и углубляется, и расширяется. Генетика, без которой сейчас невозможно представить эволюционную теорию, возникла в 1900 году и получила некую привязку к теории отбора только в 1926 году. За сто с лишним лет, прошедших с момента написания автором этого труда, теория эволюции развивалась и совершенствовалась. Современные положения эволюционной теории изложены во многих трудах. Мы можем порекомендовать читателям учебник Северцева «Основы теории эволюции». Конец примечания.